Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! С вами портал экзегет.ру и священник Александр Сатомский, преподаватель кафедры теологии Ярославского государственного педагогического университета и Ярославской духовной семинарии. Мы продолжаем наше знакомство с книгой «Экклезиаст». И перед нами четвертая глава. «И обратился я, и увидел всякие угнетения, какие делаются под солнцем. И вот слезы угнетенных, а утешителя у них нет. И в руке угнетающих их сила, а утешителя у них нет. И ублажил я мертвых, которые давно умерли, более живых, которые живут доселе. Обложение их, обоих, тот, кто еще не существовал, кто не видел злых дел, какие делаются под солнцем». Автор возвращается к темам, озвученным в 3 главе, 16 стихе. Стихи о притеснениях сильными, слабых, об отсутствии правого суда, о зле социального неравенства регулярно встречаются в Библии. Но их наибольший процент в пророческих текстах. При этом пророк не просто констатирует наличие данных проблем, а говорит о том, что Бог на стороне слабого, и что Он сокрушит сильных земли за то, что они не протягивали руки слабому, то есть не исполняли возложенных на них Богом функций, сообщенных им вместе с богатством и силою. У Экклезиаста, как и у большинства других представителей учительной литературы Израиля, Бог безмолвствует. Это последний по логике изложения пласт израильской литературы. Закон Тора, Пятикнижия, это активное слово Бога, обращающегося к творению и к своему народу. Пророки и историческая литература, это повествование о истории развития этих отношений, это ответ Израиля на слова Бога и во многом также и диалог между Яхвой и его народом. А учительная литература, это определенная рефлексия книжников на первые два блока, это теоретизация, осмысление сказанного и сделанного и попытка дать некоторые универсальные советы, исходя из осуществленной рецепции. Поэтому и рассуждение Экклезиаста о проблемах социума так тяжко беспросветно. Вот сила и нет на нее управы. Вот угнетение и нет защитника. При том, что Библия указывает, что Бог принимает вопли вдов и воздыхание притесняемых, как каждого конкретного человека, так и целого народа. И пример тому, в общем-то, это вопль народа израильского, обращенный во многом не конкретно к Богу, а, условно сказать, воспроизведенный вообще, как крик боли. И Бог слышит и начинает действовать. Из беспросветной картины социума, наблюдаемой Экклезиастом, вырастает и радикальный негативизм по отношению к жизни вообще, помноженный на абсолютный перфекционизм из серии «Все или ничего». Ибн Эзра считает, что судьба мертвых превозносится к Соломонам из гордости, так как он скорее готов принять карус небес, то есть смерть, чем претерпеть притеснение со стороны собратьев. Он же считает оборот овыкидыши не более чем яркой метафорой. Но мы уже упоминали это в ином контексте и вспомним еще раз. Ряд законовчителей Израиля в рамках своих теологических споров все же пришел к выводам, единомысленным именно с Соломоном. Школы Гилеля и Шамая после двух с половиной лет спора пришли к выводу, что лучше не рождаться человеку на земле. «Видел я также, что всякий труд и всякий успех в делах производят взаимную между людьми зависть. И это суета и томление духа. Глупый сидит, сложив руки свои, и съедает плоть свою. Лучше горсть с покоем, нежели пригоршни с трудом и томлением духа. Идея о том, что успех в делах рождает зависть окружающую, достаточно тривиальна. Суетность ее также прозрачна. Человек, завидующий, делает что-то в своей жизни не от желания приобрести нечто, а из желания оказаться не хуже объекта зависти. То есть в итоге мотивируется гордостью. Святитель Василий Великий с горечью констатирует, что как ржа есть болезнь хлебного зерна, так и зависть есть недуг дружбы. То есть чаще возникает в отношениях между достаточно близкими людьми. В том числе во многом именно благодаря взаимной вовлеченности одного в жизнь другого. Хотя теперь, нужно заметить, можно быть просто подписанным на несколько соответствующих инстаграм-аккаунтов, чтобы данный недуг зацвел пышным цветом. Относительно же праздности, находящейся в связке с завистью, когда глупец, сложа руки, завидует богатством другого, прекрасно говорят апостольские постановления. Здесь мы, кстати, видим конкретизацию и прикладного вопроса о милостыне, всякому ли нуждающему, если нужно давать. Текст замечает. «А кто терпит недостаток в житейском от расточительности или от пьянства или от праздности, тот не достоин не только пожертвования, но и Церкви Божией, ибо Писание говорит о таковых, утверждая, что ленивый опускает руку свою в чашу и не хочет донести ее до рта своего, ибо праздность воистину есть мать голода. «И обратился я и увидел еще суету под солнцем. Человек одинокий и другого нет, ни сына, ни брата нет у него, а всем трудам его нет конца, и глаз его не насыщается богатством. Для кого же я тружусь и лишаю душу мою благо? И это суета и недоброе дело. Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их, ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который бы поднял его. Также если лежат двое, то тепло им, а одному как согреться. И если станет преодолевать кто-либо одного, то двое устоят против него, и нитка втрое скрученная не скоро порвется». Среди беспросветного нуара, который нагнетает экклезиаст, очень утешительно слышатся от него слова о важности человеческой дружбы и поддержки, которую он озвучит также и в последующих главах. Автор достаточно эгоцентричен, находясь или поставляя себя в условии идеальных возможностей, и такое замечание приобретает еще большую остроту. Если же мы придерживаемся точки зрения, согласно которой автором текста является Соломон, то будет полезно вспомнить, что при всем многолюдстве потомков Давида он взошел на престол через заговор придворных, а именно его матери Версавии, пророка Нафана и священника Садока. Этим заговором он противопоставил себя остальным давидидам, поддерживавшим в качестве наследника престола другого кандидата, до другого сына Давида, Адонию, которого Соломон в итоге предал смерти. Поэтому, окруженный тысячью придворной челяди, Соломон понимал, что не имеет надежной опоры в ком-либо из родственников. Как показало времени, обрел он ее и в сыне. Если учесть, что несколько раз автор называет единственно доступной радостью для человека наслаждение плодами трудов, то партнерство, то некоторая коллаборация, это верный в этом помощник. По сути, мы видим одну из достаточно ранних, практических, нерелигиозных или мифологических мотиваций к совместной деятельности. Петр Хрисолог замечает, «Человеческая непорочность недолго стоит, если горделиво полагаясь на себя, презирает общество и не желает иметь товарища». Христианские толкователи отмечают вслед за Соломоном, что совместное делание – это лучший путь к духовному преуспеянию. Это, безусловно, не только для брака, но и для уединенной жизни. Являясь поборником монашеского общежития, святитель Василий Великий напоминает и монахам, что само понятие любви Христовой не позволяет каждому иметь в виду свое собственное, ибо сказано – любовь не ищет своего. А жизнь, со всеми разобщенная, имеет одну цель – служение собственным потребам каждого. Раша единомысленно со святителем утверждает, что даже мудрец, изучающий закон, но не имеющий учеников, многое теряет, ибо немало мудрости получают не только ученики от учителей, но и наоборот. Лучше бедный, но умный юноша, нежели старый, но неразумный царь, который не умеет принимать советы, ибо тот из темницы выйдет на царство, хотя родился в своем царстве бедным. «Видел я всех живущих, которые ходят под солнцем с этим другим юношею, который займет место того. Не было числа всему народу, который был перед ним, хотя позднейшие не порадуются им. И это суета и томление духа». Экклезиас 4, 13-16. Первейшая параллель, приходящая из библейской истории, это Иосиф, из темницы, вышедший на царство. Но здесь неистыковка в том, что царь Египта как раз внял совет у Иосифа, что и сохранило страну, а Иосифа возвеличило. Иудейские толкователи приводят здесь размышления о Аврааме, разумном юноше, и Немроде, сумасбродном старике-правителе. Но несостоятельность этой параллели в том, что сам библейский текст указывает на разницу в семь поколений между Авраамом и Немродом. Принимая в расчет толпы последующего народа, упоминаемые автором в данной аллегории, можно усмотреть здесь параллель, собственно, с домом Давида. Он, то есть Давид, и есть мудрый юноша, притесняемый прежним царем, Саулом, не сумевшим убить его или отправить в темницу, но страстно этого искавшим, как повествует первая книга царств. И не было числа всему народу, который был перед ним, то есть приветствовавшим воцарение Давида. Однако позднейшие, упомянутые в 16 стихе, это та часть Израиля, которая в итоге оторвалась от дома Давида, образовав северное царство Израиля с центром в Самарии. Увы, военные победы Давида и экономическая мощь Соломона оказались суетой и томлением духа, рассеялись они, как туман. На эту мысль наводит, кстати, и торгу, да, поздний пересказ текста на арамейский, где прямо говорится о распаде царства при Равааме и отторжении десяти колен от дома Давида при пересказе именно этих стихов. «Наблюдай за ногою твоею, когда идешь в дом Божий, и будь более готов к слушанию, нежели к жертвоприношению, ибо они не думают, что худо делают». Финал четвертой главы относится скорее к началу пятой, первая часть которой посвящена взаимоотношениям человека и Бога. Поднимаемая в стихе тема очень созвучна пророческим текстом, где и делается обычно упор на исполнение моральных заповедей, а не просто ритуальных предписаний закона. Один из самых страшных в этом смысле текстов принадлежит здесь пророку Исаии, который так передает слова Вседержителя, обращенные к истово-религиозным грешникам. «Новомесячие ваши и праздники ваши ненавидит душа моя, а не бремя для меня. Мне тяжело нести их, и когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои, и когда вы умножаете моления ваши, я не слышу. Ваши руки полны крови. Омойтесь, очиститесь, удалите злое деяния ваши от очей моих. Перестаньте делать зло, научитесь делать добро. Ищите правды, спасайте угнетенного. Защищайте сироту, вступайте за вдову». Это Исаия, 1 глава, 14-17 стихи. Также и здесь автор настаивает, что в храмовом богослужении важнее слушание и, как следствие, исполнение услышанного, которое не заканчивается тут же, вознесением при определенных случаях определенных типов жертв. Такое благочестие осуждают и еще более архаичные притчи, где примером такой в кавычках «богобоязненности» служит прелюбодейка, заманивающая к себе путника словами. «Мирная жертва у меня. Сегодня я совершила обеты мои, поэтому и вышла навстречу тебе, чтобы отыскать тебя, и нашла тебя. Коврами я убрала постель мою, разноцветными тканями египетскими. Спальню мою надушила я смирную алоем и корицию. Зайди, будем упиваться нежностями до утра, насладимся любовью, потому что мужа нет дома, он отправился в дальнюю дорогу». Книга-притч, 7 глава. «То есть обеты свои я исполнила, Богу должное воздала, как святыню получила часть жертвы себе домой и использовала ее на наиболее тяжкое, угощала ею чужого мужчину, привечая его ко греху». О подобном же упоминает и закон, говоря, что «не вноси платы блудницы и цены пса в дом Господа Бога твоему, ни по какому обету, ибо и то, и другое есть мерзость перед Господом Богом твоим». Второзаконие, 23 глава. «Псы здесь не собаки, которые по неучтению культурного контекста считаются многими нечистыми животными, а мужчины наряду с женщинами, занимающиеся ритуальной проституцией и называвшиеся псами в культурах междуречия. То есть деньги не от всякого приобретения могут быть пожертвованы в дом Господень». Это помнили даже священники, склонившие Иуда и Скариота к предательству. Когда он вернул им деньги, те не вернули монеты в храмовую сокровищницу, так как это была цена крови, хотя и праведно с их точки зрения пролитой. «Они, то есть глупцы, не думают, что худо делают, пытаясь договориться с Богом в рамках ритуалов, но не впуская его в свою жизнь. Подобным образом делают и христиане выходного дня, лишь в первую половину воскресенья, помнящие о том, что Бог – владыка их жизни, ставящие свечи и делающие аборты, причащающиеся и прелюбодействующие, исповедующиеся и дающие взятки. Увы, первое не освободит от ответственности за второе без деятельного изменения жизни». Субтитры создавал DimaTorzok